МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Короче, сейчас я заряжусь кораблем, энергии корабля, а потом начну. Осторожно, не упади только, не упади. Я за тебя переживаю, как за себя. Продолжаем битву за звание лучшего блогера города Чебоксары. И в ней все те же три бойца. Сегодня мы отправили Алену, Сашу и Илью на сторожевой корабль Чебоксары. Еще 4 года назад он служил в Ленинградском пограничном округе, а сейчас стоит в Чебоксарском речном порту. Внутри идут ремонтно-восстановительные работы, но специально для участников нашего шоу, подписчиков и телезрителей – эксклюзивная экскурсия. Длина корабля 58 метров, ширина 10,8 метров. Корабль очень мощный, скороходный и так далее. Для погранцов это очень удобно было. Основные нарушители государственной границы – это сейчас иностранные рыболовные суда, которые заходят в наши территориальные воды, воруют наши рыбы. Вот в основном корабль занимался с такими рыбаками. Корабль-крепость, крепостной флаг. Поднимается только на крупных кораблях 1-го, 2-го ранга, на мелких. Не понимаете, и только когда корабль стоит у причала или на якоре. Потому что когда на корабле поднят бюсь, это все значит оборону надежно. Это корабль-крепость. Реактивная бомбометная установка. Почему 1200 стреляет на дистанцию до 1200 метров? И глубина поражения подводной лодки до 300 метров. Стреляет глубинными бомбами, реактивными. Сами бомбы, вот в артпогребе, вот здесь хранились. Вес одной бомбы 76 килограмм. Матросы вручную доставали, открывали. Все это дело заряжалось туда, фиксировалось. А потом уже наводили, стреляли. Если во мне живой вес 70 килограмм, бомба чуть тяжелее, чем я. Вот представьте, надо было заправить и так далее. В общем, информации много. Но и наши герои блогеры опытные. Сейчас они ее переработают и расскажут о корабле каждый по-своему. Ну а мы, как всегда, понаблюдаем за их работой. Сегодня, наконец-то, мы. Или сегодня, наконец-то, или сегодня. Или мы. Наконец-то попали на этот сторожевой корабль Чебоксары, знаменитый. Который давно уже привезли. Мы по блату, конечно, пришли сюда. Но вы, скорее всего, в следующем году только тут будете. Поэтому мини-экскурсию проведем для вас. Еще блогерства не было. После армии в 2014 году мы поехали работать в Архангельск область, город Северодвинск. Там как раз вот три завода таких, больших завода, где мы вот работали. На одном заводе, называется «Звездочка», где как раз стояли вот эти подлодки, подводные лодки, корабли, где они ремонтировались. Мы там были вот, там работали. Поэтому что-то, я же говорю, как раз интересно вот, потому что такие у нас заводы есть, ремонтируются, все делается. И вот видите, еще и реставрируются, и на музей ставят. Не списывают никуда, а на музей. Круто. Оказывается, тут ходят, не ходят, а бегают. А мы спускаемся пушком, чтобы аккуратно. Своя ответственность за пушкой сидишь, ты в кого-то стреляешь. Там же люди тоже с другой стороны. Но они враги, стали врагами, потому что это же старый живой корабль. Они контролировали стойко, выполняли четко приказ. А сейчас пушка направлена на мирное небо над головой, слава богу. Где мы сейчас и находимся, и живем. А здесь пост радиосвязи, все слушали, передавали всякую информацию. Раз, два, три. Раз, два, три, кавычки. Сигарету, спичкой. Как видели, там я быстро снимаю. Чинг-чинг, все, быстро уснял, уехал. Зачем кого-то задерживать? Сняли, погнали дальше. Так, поставлю. Вот такая вот красота, друзья. Тут все рассказывать, понятно, это получится экскурсия. Нам же экскурсии не надо. Нам надо ролик какой-то показать, который ты сам видишь. Буква И. Контент пилим. Двигаемся. Ну, сейчас видишь, сторисы, 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 бомбим. Почаще. Самое главное, стабильность в нашем деле. Алена, свои стези, она там, для своей аудитории, там, она своим голосом, у нее голосовые чакры, она, видишь, как ее, как она ездит в такси, уже отсюда было слышно, как она едет. Не, все молодцы. Каждый месяц выпуск у нас, вот, раз в месяц видимся, ну и ничего. Для этого у нас битва блогеров. Давай сразу голос за кадром снимать. Иначе потом замудохаемся. Я кушаю телефон. Мысли, мысли, сейчас я соберусь, мне еще минута нужна. Сейчас, секунду, концовка, концовка должна добиться. Это нос корабля. Здесь располагаются вентилет... Удаляй быстрее. Вентиляционные грибки. Почему? Я не могу, соберись, Алена. Почему тебе не нравится? Я не могу с вами собраться, что творится. Я знаю, нужно полежать, наверное, полежать. Полежать надо. Короче, сейчас я заряжусь кораблем, энергией корабля, а потом начну. Обратите внимание, эта надпись отливалась на агрегатном заводе и была подарена кораблю. Корабль называется. Чебоксары! Можно прикоснуться к этому прекрасному кораблю, руками все потрогать. Это нечто. У меня это впервые. Я на самом деле очень поражена и восхищена тем, как здесь все устроено. И поэтому мы решили прям сразу снять ролик по новым интересным словам, практически типа энциклопедии. Рассказать зрителям о том, что здесь есть, как устроено, как это называется. Потому что каждая штучка здесь названа каким-то прикольным словом. Рында. Все, я все забыла. Короче, тут классно. Реактивная бомбеметная. Так я говорила. Реактивная бомбеметная установка рук. Мне здесь безумно понравилось местечко, где заправляли снаряды. Я потрогала снаряд своими руками. Это огромная гильза. Снаряд – это что-то нечто. Кажется, дождь собирается. Я надеюсь, этой штукой не дождь вызывают? Мне вообще как-то страшно. Мне кажется, я вызвала дождь. Что не сделаешь для любимого видеографа? Смотрите, даже дождик закрываю. Дождик, дождик, ты могуч, ты гоняешь, та и туч. Не клево. Наоборот, этот дождь добавляет такой прямо атмосферности. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я уже успела место твое занять. Женщина, девушке на корабле не место. Вот туда вон, клуб идите, там пойте, там развлекайтесь. Ир, кровати, командир корабля. Знаете, пожалуйста. Такой не принято. Видишь, городские паны ехали. Так, сегодня у нас образ моряка, ботсмана, который работает на этом корабле. Ильи Зайцева пока не будет. Вот, будет пока разные образы. На финал, может, что-нибудь интересное придумаем. Вот, Катя Доброфотова, прости, если ты это увидишь. Пока, короче, любуйтесь этим все, что есть. Я, конечно, чайк люблю очень сильно, но, блин, елки-палки. Если б не Машка, вообще б с ума сошел. Нет, еще не про бывшую, а вот, про швабру. Я, когда пришел, только юнга, эх, тут кашлетал, махал. А сейчас, что это я? Что взял-то? Это другие есть, не я. Нормаль? Вот, прямо во время съемки пошел дождь. По факту, наверное, этого особо мы нигде-то использовать не будем, потому что, слава богу, в корабле внутри очень много всего интересного. Вот тут, короче, столовая, матросы кушают и так далее. А офицерская в другом месте кушает. Но матросы всегда под наблюдением. Под каким? Ну, то есть то, что мы здесь час ходили, смотрели экскурсию, мне, в принципе, понравилась именно вот рулевая рубка. Где все именно все проходит, где вот все управление, как это все. Потому что в кино это поляно дело, мы все это видим. Там все показывают, когда ты можешь сам пощупать, сам какие-то тумблеры поднажимать, это очень интересно. Короче, однажды стоим в Балтийском море. Я такой стою, смотрю, 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 бац! Из воды. Ну, оттаска, подлодка, козырек показался. Я такой сразу, вопа! Че началось? И потом дальше вот это поехало. Я уже, как ты уже начал привыкать, я сам захотел уже выйти в море, куда-нибудь по Волге поплавать. Это очень интересно вот так вот, на таком большом судне. Этот, головой, головой аккуратней, головой аккуратней. Ну, я не знаю, ребята, как-то очень-очень быстро все снимают, и так не получается. Потому что пока все равно ты обдумываешь, невозможно просто вот так вот ляпнуть что-то, и все, это что-то так осталось. Все равно ты какие-то моменты смотришь, высматриваешь. И, в принципе, еще не хочется повторяться, потому что я смотрю сразу, все сразу побежали к орудию, все сразу побежали к колоколу. Замечаю, вообще, мы всегда последние уезжаем со съемок. Самые последние завершаем, потому что очень долго все, но... Поэтому, наверное, до сих пор в пять выпусков на первом месте идем. Результаты шестой битвы узнаем уже совсем скоро, но сначала традиционно представим членов жюри. Меня зовут Мария Чаркина, и я главный специалист отдела по связям со СМИ администрации города Чебоксары. Я буду оценивать любовь к городу и информацию о нем. Меня зовут Екатерина Доброхотова, я блогер, победитель первого сезона «Битвы блогеров». Я буду оценивать видео с точки зрения блогерства, буду обращать внимание на музыку, переходы и новые тренды. Меня зовут Мария Шоклева, я редактор национального телевидения «Чуваши», и я буду оценивать качество роликов, картинку и звук. Наконец-то попали на этот сторожевой корабль Чебоксары, знаменитый, который давно уже привезли. Мы по плату, конечно, пришли сюда, но вы, скорее всего, с следующим годом будете, поэтому мини-экскурсию проведем для вас. Одноствольная артиллерическая установка. И, конечно же, сзади и внутрь. Какая-то-то обстановка. Оказывается, тут ходят, не ходят, а бегают. А мы спускаемся пешком, чтобы аккуратно. Комната мичмонов. Пожалуйста. Тут комната. Тут матросы спали. Тут заряжали. Здесь тоже спали офицеры. Каюта офицеров. Пирамиды. Здесь хранилось оружие. А здесь пост радиосвязи. Все слушали. Передавали всякую информацию. Раз, два, три. Раз, два, три кавычки. С сигаретой спичкой. А это самое главное. Ходовая рубка. Вот такая вот ходовая рубка. Все управлялось отсюда. Обед. Буква И. Богатырь в этот раз очень хорошо поработал. Мне понравилась картинка в начале и в конце видео. Прям очень красивое сочетание цветов. Богатырь сохранил свой стиль. Подставил свою песню на подложку. Было очень интересно смотреть. А также в конце он подставил самый свежий тренд из тиктока. Кто не понял, сейчас очень модно брать букву из алфавита и подбирать подходящее слово. Богатырь молодец. Саша в этот раз постарался действительно на славу. И в этот раз мы его прекрасно слышали. Хотя он все-таки не нашел микрофон. Но, видимо, вокруг было тихо. И это тебя спасло. Здорово. Мне не понравилось то, что слишком много двигалась камера. И мне казалось, что в какой-то момент у меня закружится голова от вот этого большого движения. Но тут на любителя я не придираюсь. Но вот лично мне такие кадры, когда их очень много, не очень нравятся. Богатырь, да, был в своем стиле. Исполнил свою песню. Но мало было про Чебоксары. Очень мало. Не было акцентов, откуда корабль, как он к нам приехал, что в нем такого особенного. И как этот корабль напрямую связан с Чебоксарами. У Богатыря наконец-то есть концовка. И я сегодня ставлю ему 10 баллов. Я ставлю 8 баллов. Я согласна, 8 баллов. Привет! Это Рыжая Батарейка на связи Битва Блогеров. И мы снова вещаем. Шестой выпуск. Мы находимся на корабле, который ровно через год станет музеем. Да, будут экскурсии. Ну, а пока расскажем вам о нем. Все самое интересное. Обратите внимание. Эта надпись отливалась на агрегатном заводе и была подарена кораблю. Корабль называется Чебоксары. Окей, Гугл. Кто командир пограничного корабля Чебоксары? Командир этого корабля Владимиров Альберт Вениаминович. Ого! А это что такое? Окей, Гугл. Давай уже расскажи все об этом корабле от А до Я. Это РБУ. Реактивная бомбиметная установка. Это нос корабля. Здесь располагаются вентиляционные грибки, якорь, который хранится в клюзе, и буи, правый и левый. Рыжая, ты что, Титанико насмотрелась? Это Чебоксары. Это АК-176. Автоматическая пушка калибр 76 миллиметров. В целом, это устройство называется башня, в которой есть место для матроса, для оператора, который управлял орудием. Колокольчик называют Рында. В него отбиваются склянки. По-простому, в него отбивали время. Кажется, дождь собирается. Я надеюсь, этой штукой не дождь вызывают? Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я уже успела место твое занять. Женщина, девушка, на корабле не место. Вот туда вон, клуб идите, там пойте, там развлекайтесь. Это место рулевого, а это штурвал, которым управляют кораблем. А это место командира корабля. Здесь у него есть связь, чтобы связаться с командными пунктами и боевыми постами. Пост управления двигателями. Передний ход и задний ход. Это помещение, в котором живут матросы, называется кубрик. Стол называется бак, а стол банка. Стена на корабле называется переборка, а потолок подволок. Окошко на корабле называется иллюминатор. Швабру на корабле называют Машка, от слова Машешь. А ведро – кондейка. В угол, стоп! На сегодня хватит. Наша экскурсия завершилась. А совсем скоро, ровно через год, вы, чебоксарцы, сможете сами посетить этот корабль под названием Чебоксары. И сами прикоснетесь к истории. Ага, экскурсию провели нам бесплатно. За все в этой жизни надо платить. Зато хоть рабочая сила красивая. Алена, очень яркое, позитивное видео, и идея с гуглом мне очень понравилась, но, на мой взгляд, видео получилось слишком длинным и слишком много новых терминов. Человек вообще, по сути, запоминает примерно 5-6 терминов, но в этом видео терминов было очень много, и я бы сократила. У меня нет замечаний к качеству картинки и звука, но, как журналист, не могу не отметить тавтологию в тексте у Алены. Например, связь связывает, и таких моментов было несколько, и мне они не понравились. Да, было затянуто, было слишком долго, но, с другой стороны, очень много сказано про Чебоксары. Именно сделан акцент, что корабль в Чебоксарах, и название его тоже Чебоксары. Рыжая батарейка – 9 баллов. Алена – 8 баллов. 9 баллов. Здорово, земноводы! Меня зовут Василий Матроскин. А не потому, что я простоквашина, а... Хотя... Ну, хотя, да, 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 я тоже с дядей и собакой жил в детстве, но, как говорится, ничего страшного. Ну, что, вот мы и на борту пограничного стражевого корабля Чебоксары. Ты только это, знаешь, когда будешь ходить там снимать, аккуратнее, потому что тут ненароком можно что-нибудь впотнуть и потом за корму. И все. Вот, знаешь, многие спрашивают такие, как ты вообще попал на флот. Вот в советском фильме есть такая фраза – бац-бац и мимо. А я в военкомат пришел, а там такие – бац-бац и бац-бац и мант. Юмор, юмор, юмор. Короче, «Титаник» – это вообще все. Полный обман. Вот так вот стоять вообще нереально там на корабле. Даже пускай хотя бы два балла будет. Фу, там колбасит только путь спокойно, можно вот на корму улететь. Валера! Здорово! Здорово! Это, короче, этот, Валерка. Бац-бац тоже здесь. Нормально, нормально. Давай-давай-давай, баркуйся. Этот, головой, головой аккуратней. Головой аккуратней. Тут надо, знаешь, как сказали нам, надо голову включать. Пам! И все. Ну что, вот этот вот куврик. Тут матросы живут. Ну как живут? Раньше жили, сейчас-то нет уже. Сейчас-то, вон, видишь, чебоксары. Здесь я сам спал. Здесь вот фотку Машки так вот вкладывал сюда. И лежал, думал, эх, коза. Ты это не снимаешь, да? Не снимай. Просто коза, прикинь. Только на палубу вступил, а нож с другим целуется, а? Коза. Если б не Машка, вообще б с ума сошел. Нет, еще не про бывшую, а вот, про швабру. Я когда пришел, такой юнг, эх, тут кашлетал, махал. А сейчас что это я? Что взял-то? Да это другие есть. Не я. Это, короче, вот, какие-то такие, вот, коса бабаха, которые куда надо. Ну, понял. Вот тут вот, короче, в столовой матросы кушают и так далее. Офицерская в другом месте кушает. Но матросы всегда под наблюдением. Вот каким? А? Вот так вот. Я бы трубку курил, если был моряком. Мой парус обдувает тысячу метров. О-о-о. О-о-о. О, каша, Федук. Неграфатый, ничего не знает. На корабле курить нельзя, а что он поет? Мне больше, этот, ЛД нравится. Ну, нормальный пацан. Да, на него поет. Ну, что? Вот здесь, короче, вот, вообще, святая святых. Это ходовая рубка. Тут мне, конечно, обычно нельзя находиться. Тут командир, все дела. Но сегодня же экскурсия, да? Показывать можно вам все. Вот, отсюда все, как раз таки, все бывает, знаешь. Короче, однажды стоим в Балтийском море. Я такой стою, смотрю, смотрю, смотрю. Бац! Из воды. Ну, а то, подлодка, козелек показался. Я такой сразу... Опа! Я такой раз, левый двиг, вперед, идем направо. Короче, якорь бросаем. Вот так, раз, сворачиваем. Цель поймать, цель. Давай, 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 пацаны. Тут, короче, на наших лезут. Давайте, давайте. Наказать нельзя так, блин, нельзя. По локатору смотрю. Глаза разул. А это пакет. Но, конечно, шандаляк, ну, его бороться все равно. Так, на всякий случай. А то, фиг его знает их там. Любите девушки простых романтиков, отважных летчика и моряков. Эх! Все-таки сквистанит вообще вещи делает. Молодец, молодец. Ну, конечно, в Чубаксарах, знаешь, погода прям как на море. То штиль, то дождь, то гроза. Ладно, снега еще нету, но это хорошо. Че, ладно. Все, посмотрели чуть-чуть. Корабль я вам показал. Через год откроется музей. Уже придете сами все, пощупываете, потрогаете. А мне работать? А вам, как говорится, куда? Правильно, за борт. Все, всем пока. Мальчик Блайв, как всегда, все интересно. Сохранили свой стиль. Очень классно, было смешно. Шутки тоже зашли, веселые шутки. И несмотря на то, что видео было длинным, если оно было бы еще длиннее, я бы досмотрела до конца. Молодцы. Мне тоже очень понравилось видео команды Мальчик Блайв. Меня немножко напрягает, когда операторы наши от реалити-шоу «Битва блогеров» попадают в кадр. Но я понимаю, что без этого никуда. Мы снимаем реалити-шоу. И, конечно же, я за это не буду снимать баллы. Но один из советов, если вдруг можно попросить оператора телекомпании отойти и снять кадр без них, сделайте это в следующий раз. Я не переставала улыбаться на протяжении всего видео. Было очень интересно. Все эти несколько минут промелькнули буквально секундой. И я абсолютно согласна с мнением Кати. Было очень смешно. Очень интересный был факт, что корабль Чебоксара был в Балтийском море. Это так и есть. Отмечено также, что через год откроется для всех вход на этот корабль. Все замечательно. Мальчик Блайв 10 баллов. 9 баллов. 10 баллов. А это сумма всех испытаний вместе. Впереди еще 4 задания, и поэтому вопрос. В какие новые места вы бы хотели отправиться вместе с чебоксарскими блогерами? Мы открыты для любых предложений. Звоните, пишите и поддерживайте своего любимчика, участника проекта «Битва блогеров». Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...